всем огромное здравствуйте с вами алексей сегодня у нас рейтинг рейтинг у нас сегодня будет лечо вообще считаю что это самая бестолковая история когда люди идут и покупают лечо в магазине но с другой стороны опять же удобства может быть у кого-то нет возможности делать закатки заготовки и тому подобное поэтому этот продукт есть на рынке в огромном количестве поэтому мы решили сделать обзор так как я люблю очень лечь о которой натаха делает когда приезжаешь на какой-то праздник да вот это может быть салаты какие-то горячие но есть вот такая пиалочка с ними ты такой да это классная закуска вот давайте посмотрим что делают что делают производители для гипермаркетов и тому подобного и так что у нас сегодня с вами есть у нас или есть нифига не дешевый бандюэль скажу вам мы не будем сегодня высчитывать за один килограмм потому что ребята в лечо очень важно это и жидкая часть скажем тогда массу основного продукта тоже высчитывать бессмысленно ценник будет космический это поверьте мне там за килограмм будет где-то ну под 900 по 1000 рублей даже если не больше хотя я не знаю за что это берут такие деньги ну да ладно бандюэль 520 грамм 175 рублей бандюэль ну чё они ровно делают у них прям все хорошо всегда что-то нам встречалось не очень был тот момент когда мы брали для какого-то рецепта маринованные огурчики по скидке а мы их по по сути выбросили потому что это было невозможно если были просто там можно было пальцем раздавить на это невозможно есть я думаю что это бракованная партия или что-то еще но в целом бандюэль делает хорошо следующее что у нас есть это я на лечо 450 грамм 120 рублей делает это армения составка я здесь прям вообще классный очень натуральный красивая такая вот баночка надо отметить да с веревкой но очень не знаю выглядит как бабушкина такое раньше же так и закрывали скорее всего посмотрим по ощущениям до более-менее похоже на настоящее лечит дальше идет фирма называется бабулины рецепты бабулины рецепты берут нехило с нас бабки хочу вам сказать значит за 470 грамм бабуля попросит 122 рубля ребят но я могу сказать что честно вот банка прозрачная бабуля не не поскупилась на жидкость потому что и здесь все перемолото естественно бабули нам пишет сто процентов натурально без консервантов без красителей без гмо и того подобное но есть один момент сейчас я вам его хочу озвучить отбой с бабули все в порядке состав более менее нормальный ничего такого следующая это идет компания верес если я не ошибаюсь это республика беларусь делает просит она за банку 500 грамм 155 рублей вот здесь в составе я на прочитал кое-чего здесь используется ну да здесь мускатный орех корица молотая кориандр но также здесь присутствует крахмал картофельный а чё это вы загущаете то как бы не знаю здесь вот никто не загущает только вы не знаю мне кажется неправильно да он не должно быть уж сильно густое зачем это здесь нужно не знаю по виду выглядит так себе последнее что у нас есть это глобус это мастодонты которые известны наверное с с каких времен но ты у нас я не то что намекаю на то что советских времен ok глобус 680 грамм 148 рублей это самая большая упаковка здесь к сожалению увидеть что там за перец внутри ну а по составу здесь классика перец сладкий томатное пюре сахар соль пряности не раскрывают секреты глобус пряности здесь ребята из республики беларусь такие мыся вот кориандра бахнули немножко мускатного ореха потертли а эти прям скрывают что же будет происходить я ухожу наташка раскидывает по тарелкам давайте посмотрим итак ребята у нас тут случился небольшой инцидент натаха решила вставить свои пять копеек на самом деле мощные ты молодец потому что даже как бы я не одни думал об этом сейчас расскажу в чем заключается прикол дело в том что натаха взяла вернее так что он у тебя здесь на даче добыла эта баночка лечит делать и это этого или того сезона того сезона в общем у нас сегодня присутствует 6 представителей один из которых это наташкин продукт он так и называется наташкин project так вот как то так давайте пробовать ну не знаю прямо это даже прямо если честно это прям интересно номер один что мы видим здесь ребят но это видно что томаты здесь и присутствуют они здесь перетерты мне тоже кусочки попадаются присутствует болгарский перец его не очень много могу сказать по своей практике зеленый перец в этом на самом деле дешевле стоит здесь что надо еще отметить здесь присутствует петрушка скорее всего либо кинза из пинза кашечки давайте пробовать пахнет лечо номер один не знаю не уверен но по-моему я не может и петрушку или кинза добавляет на самом деле петрушка провальный абсолютно вариант с чем-то связано до томаты присутствуют до болгарский перец присутствует но ребят но он просто никакой он мягкий его можно я действительно считаю что в лечо должен использовать именно такое состояние аль денте или что-то около того также что не понравилось это излишняя кислота к сожалению данное лечо было нет отбалансировано когда вот мы с вами делаем даже не знаю смотрели в заготовку я всегда добавляю сахар по факту чтобы понимать что выровнять вкус потому что томаты они имеют свойство окислить кто-то еще уксусу может бахнет для это как это надо законсервировать пока ставлю на первое место но это далеко не первое место скажу вам честно или ты начала петрушку добавлять я реально не знаю какая из этих ну может быть конечно на пустую ты догадалась поставили у тебя хватило фантазии хватило ну ладно и так номер два здесь красный перец используется всем подороже томаты есть семечки присутствуют запах неплохой кстати сказать давайте сразу с водичкой с водичкой я зачерпну попробуем номер два я у наташи сейчас уточнил она говорит что в принципе вот в этой банке мы пока не знаю в какой было очень много именно воды то есть настолько же много сколько в моих роликах воды в целом болгарский перец такой же мягкий как здесь но при этом очень хорошо вот здесь с сахаром постарались сделали вот этот хороший хороший баланс это не идеально к сожалению и знаете вот я даже смотрю вот на эти все представители да ну как-то ровненько перец а здесь все как-то вот так вот на молота видимо из-за того что его немного передержали и так как он мягкий в банке он просто начал ломаться и все происходит ну вот так не самым лучшим образом пока я ставлю это на первое место тоже здесь хотя бы хорошо постарались именно с балансом вкусом дальше у нас идет номер три классно пахнет обалденно пахнет вот она пахнет реально болгарским перцем и даже узнать немножко такое ощущение что присутствует острый перец по ароматике давайте пробовать как только попробовал номер три думаю вот она красота потому что именно по ощущение состояния аль денте но потом приходят некие нюансы первое что здесь присутствует вот это вот водичкой вы знаете очень сильно расчехляется когда присутствует крахмал вот это прям очень чувствуется здесь по ощущениям он здесь именно есть и он здесь исполняет роль загустителя что касается самого перца съедаешь вторую ложку и понимаешь что он очень сильно горчит он прям горчит на уровне того что вот прямо даже сейчас вкус во рту остался неприятно это хочется запить это последнее место к сожалению потому что здесь перец то ли какой-то испытали может быть что-то нахимичили со специями я точно не знаю но это не очень у нее не у него нет вообще никакой кислинки она все очень ровно но при всем при этом вот ну ни о чем это очень горько мне кажется сам продукт был не самого хорошего изначально качество ребят сейчас запью потому что правда очень неприятно так номер четыре номер четыре что здесь вода присутствует томаты видно что нет кусочки некоторые попадаются болгарский перец есть жидкости стандартно на самом деле вот здесь просто вообще ощущение что это кетчуп запах ну блин чё пахнет лечо реально хороший нам нормальный запах именно классического лечо номер четыре вопросов нету болгарский перец хрустит помидоры есть может быть мне хотелось бы чтобы они были нарублены по крупнее но это я пытаюсь докопаться по вкусу соотношение скажем так кислинки и сахара я бы бахнул немножко побольше сахара в целом это очень это лучше чем вот здесь то есть это не зажухло вы понимаете что вы видите в саму структуру да что здесь используется сказать и красный болгарский перец и зеленый и в меру нормальное количество томатов нет никакой вот это какой-то там химозности скажем так то есть по вкусу это очень похоже на номер два но если бы в номер два было вот это вот прям вот это аль денте скажем так было бы прям очень-очень хорошо в целом хороший экземпляр номер пять очень мне кажется твои но честное слово вот номер пять не от ощущения что мне кажется что там у тебя именно такое было здесь вот знаете вот по повод всем всем моим ощущениям прямо используется как будто прям даже и томатная паста с водой либо это кетчуп но томатов как таковых вот здесь нет как вот вы если вот эти все было да здесь их нет ну давайте пробовать запах не пахнет нормально что по поводу номер пять могу сказать что идеальный хрустящий болгарский перец вот это вот томатная составляющая отлично отбалансировано и сахар тебе и немножко кислинка есть от томатов но есть одно но у меня полное ощущение что я взял нормальный хороший кетчуп все это все сбрызнул скажем так болгарские перцы и положил это вкусно но на мой взгляд это не совсем лечо но при всем при этом я ставлю на второе место номер четыре мне понравился больше потому что блин вот это можно знаете как берется томатная паста греется блин добавляется вода или еще там томатный сок условно говоря и все заливается а здесь вот в этих экземплярах да где есть томаты ты такой да ребята реально потратились купили да что-то делали поэтому пока ставлю на второе место но это никак не убирает тот факт что это действительно очень и очень неплохо так давай сдвинут у нас конечно тарелки большое но вот вы знаете я хочу сказать что здесь абсолютно такая же история как номер и 5 вот это как будто вообще с одного конвейера тоже как кетчуп наташа ты не могла одну и тоже в одну положить ты там не накрывался не еще где-нибудь ну ладно у ее что-то запах то не очень не очень приятно почему-то пахнет подождите короче честно запах не очень любят такое чувство что ну ты наташка подтверждать ладно давайте попробуем ребят последний экземпляр который был я конечно попробовал но по ощущениям короче вот то что в запахе есть она есть во вкусе только во вкусе она раскрывается как как железистое какая как знаешь как марганцовочное что-то да такое непонятно ребята это о это очень хочется запивать при всем при этом что отдельная соус попробовал который здесь присутствует что сам болгарский перец ну типа нет они по ощущениям очень похожи но здесь как будто что-то пошло не так вот ну на так я им прав я ведь не придуриваю что если это делают вот так вот на постоянку то это типа вообще нет такой нельзя есть то есть есть вот это вот осадочное что-то такое дешевых представителей не было извини суду к тебе чем-то обижают ну да ладно и так что у нас сегодня здесь присутствует неприятно то во рту если честно так номер четыре номер пять номер два номер один три и новым я щас ухожу ты мне покажешь ничего бобулины рецепты ян верес глобус но ребят есть ощущение что по-моему на этой банке было написано что они до пряности добавляют я не знаю может быть какая то есть определенная пряность которая например мурганцовка считается пряности или нет я не знаю ребят ну вот это скорее может быть не повезло срок годности срок годность вообще все в порядке в полном ой блин ну прям не хотелось бы мне конечно это говорить вам но это прям днищенское дно правда давайте поначалу номер один блин натаха ну конечно подставила мессию это правда хорошо но это же не реклама правильно типа сейчас реклама все грильков скатился чего ну идите купить в магазине это где-нибудь как у продукт называется наташкины перчики ладно короче домашние сейчас что со стоимость сколько потратил денег ладно ладно подожди короче ребят на самом деле это просто подтверждает тот момент что если делать самим то получается реально лучше чтобы не делали пельмени блин пиццу еще что-то понятное дело что там со стоимостью для меня чуть заинтриговала а где-то написал это лечо а я до 500 грамм 40-60 рублей ты в гермолина не ставишь свою продукцию в такой стороны не берут учебы но это норм но идите более знаете если заканчивается сезон осенью эти перцы блин я не знаю как зашел видеоролик про заготовки про баклажаны если я пойму что это интересно ребята надо показать тоже но это правда вкусно это прям очень очень хорошо молодец натаха лайкос тебе дальше с тебя 100000 если что так что дальше значит дальше у нас идет бандюэль эксперт леча вот вы знаете вот вот молодцы бандюэль но прям вот красавцы красавцы очень круто сбалансировано и сахар тебе и небольшая кислинка и вот это все может быть минутам соль вот все хорошо вот если бы вот в это вот что они сюда добавили а на чем они кстати по составу все это дело у нас с вами идет так перед сладкий томатный сок и томатная паста ну вот оно и чувствуется как кетчуп но в этом ничего страшного нет томатная паста делается из томатов понятное дело томатный сок делается из томатов и томатный сок еще можно сделать с использованием томатной пасты на секундочку если бы в этом в этих томатах еще были кусочки помидорок вот это у меня вообще такой слушайте классно придумано это здорово в целом очень хорошо огромные молодцы если вас не настораживает тот факт что здесь нету реальных томатов ну то есть вот чтобы вот ощущали с семечками вот с этими вот то это хорошо правда молодцы вопросов нет бабулины рецепты бабуль но вы четко конечно погнали если честно потому что ну во первых вот даже видно да но это очень жидко и что не очень понравилось это мягкий болгарский перец вот ну рассудите в комментах но я не прав нужен вкуснее же когда они немножко вот такие вот уже говорил короче в целом все хорошо у бабули все в порядке я думаю что прям очень хорошо у нее все потому что по моему ходили они чё только не делают бабу я короче нормально молодец не в целом правда нормально если любите мягкий болгарский перец вам понравится а дальше идет ян а бабулины рецепты у нас обошлись 122 рубля а бандюель подожди 175 рублей но это и не дешево но это и нормально на самом деле стоит даже сравнивать не буду бабулины рецепты 122 рубля дальше я найдет тоже вот молодцы поработали да добавили петрушки там добавили каких-то может быть пряностей и специй но она зажухла все вот ну правда но то на такой вот по ощущениям она как будто его немножко в блендере пили перри блендере короче грубо говоря да ну вот она больше напоминает вот именно не лечо формат а вот то что мы делали по заготовке да такой вот именно как соус да не ну молодцы ну видно что до помидоры семечки она 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 в целом очень неплохо ребят единственно если бы только болгарский перец был бы вот такой вот немножко хрустящий это прям было бы очень очень хорошо что касается может может быть уксуса немного конечно поменьше бахнуть отбалансировать вкус был бы вообще идеально но это вкусовщина кому-то нравится кому-то нет что с вересом все бы наверное ничего ну крахмал то 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 что на самом деле очень сильно чувствуется мною лично может быть его с избытком но тут фишка в другом перец реально горький то есть болгарский перец он обычно какой у нас идет он у нас идет вот они даже пишут лечо болгарская то есть болгарский перец должен использоваться здесь по ощущению именно же такой вот именно горький рискну предположить что это просто мне не повезло потому что вообще верес в целом что там мы брали было нормально здесь может быть партия опять же но вот за эту партию за чью и за чьи-то ошибки я заплатил условно говоря 155 рублей за 500 грамм хотя у меня к республике беларусь вообще вопросов нет ребята огромные молодцы они делают качественно потому что ну правда мало того чтобы прям белорусского из продукта правду куфу это плохо такое очень крайне крайне редко было это вообще не в кассу что касается вот этого ну прям глобус расстроил ну я очень надеюсь что это связано с партией может быть это в одной этой самой упаковке так наташка говорит крышка не была вздута то есть но это невозможно есть вот на уровне ребят на уровне запаха вот ну вы меня конечно простите но это унитазом пахнет ну я не знаю не нюхал унитаз но рискну предположить что он также должен пахнуть ну реально марганцовкой пахнет ну зачем она здесь ну это как какие там они пряности добавляют кто пробовал напишите пожалуйста а в целом вот такой вот рейтинг получился я скажу честно я немножко расстроен потому что из того что мы сегодня с вами попробовали не было отчет такого прямо эффекта вау дабы дюэль молодцы но за какие деньги я считаю что продавать лечи за такие это сейчас опять начнется старая баллада к действуем с вами по классической теме в комментариях пишите на что делать рейтинг я все подберу посмотрю что по лайкам у нас будет выигрывать ну выигрывать смысле по количеству лайков что вам больше интересно и мы обязательно сделаем следующий рейтинг именно того что будет актуально для вас с вами был как всегда алексей грильков подписка на канал выскакивает у нас обычно здесь а сегодня выскочит здесь а проказник я ссылка на инстаграм и вконтакте будет как всегда в описании до вкусных встреч пока молодец наташа молодец хороший а где состав а слышь состав где